здравствуйте уважаемые зрители мы продолжаем проект эсет как устроена безопасность в рамках которого предельно откровенно обсуждаем вопросы информационной безопасности в российских компаниях сегодня у нас гостях сергей борщов сергей добрый день здравствуйте переходим к вопросу сергей расскажи пожалуйста про отдел информационной безопасности в группе компании morton сколько людей работает какое у них образование чем занимаются какие основные цели и задачи на сегодняшний день один функционал безопасности в группе компании состоит из 7 человек сотрудников мы стараемся выбирать как с опытом работы так и без опыта работы единственное мы отдаем предпочтение сотрудникам кто отучился по специальности информационной безопасности успешно защитил диплом сергей каково место службы информационной безопасности в общей структуре компании кому подчиняетесь может быть службы информатизации автоматизации или напрямую руководителю компании нет на прямой руководитель компании мы не подчиняемся один функционально безопасности причиняется а те директор вы к этому решению как-то шли какое-то время или вот изначально как бы этот был изначально потому что своей работе мы очень плотно контактируется отделами технической с поддержки, с отделами разработки, с отделами управления инфраструктурой. А подчинение одному директору очень платформно сказывается на внутренних коммуникациях. Какие угрозы наиболее актуальны для компании Мортон, внешние или внутренние, с чем чаще всего приходится сталкиваться? Основные угрозы в сфере информационной безопасности для группы компании Мортон, как и для большинства крупных строительных компаний, они исходят изнутри. Я бы даже это рассматривал не как угрозу, не как инсайд, а именно это риски, к которым приводят действия пользователей по незнанию. Чтобы это предотвратить, в нашей компании развернут учебный портал интерактивный, который для обучения сотрудников непосредственно по их профессиональной деятельности, по работе с информационными системами. То есть не проходят какие-то тесты? Они проходят учебный курс. То есть вновь принятый сотрудник компании, как только он получает свое рабочее место, первым делом он идет на учебный портал, он изучает внутренние документы компании, инструкции по работе с нашими информационными системами. Через этот портал он опять же может задать вопрос оперативно, получить на него ответ. И в том числе, прежде чем уже начать работу, он проходит курс по информационной безопасности. Заработкой курсов занимается также отделом информационной безопасности. То есть вы занимаете, разрабатываете свой собственный курс? Да, конечно. Мы разрабатываем собственные курсы для сотрудников разного рода деятельности, то есть для экономистов, для бухгалтеров. Сколько времени они тратят на обучение? Сам курс он небольшой, мы стараемся делать его интерактивным, с картинками, с пояснениями, чтобы люди поняли, что информационная безопасность и ее выполнение это просто. То есть мы не заставляем их читать многотомные внутренние документы, мы не заставляем их изучать работу операционных систем и так далее. То есть пользователи должны понять, что информационная безопасность, а эти это просто. И мы всегда руководствуемся, что безопасность, она должна быть максимально прозрачной для бизнеса, чтобы не создавать никаких телефонов. После того, как сотрудник прошел обучение, он проходит тест. После того, как он прошел этот тест, он уже может получать доступ к различным информационным системам. Сотрудник в компании работает, у него начинают потихонечку улетучиваться некоторые знания, которые он ежедневно не применяет, в том числе, как это не прискорбно, это информационная безопасность. Прошел полгода, год, сотрудник снова должен пройти тест. Мало того, что он освежает знания, он получает новые. То есть мы смотрим, сотрудник работает с определенными информационными системами, он имеет определенный доступ, значит, он должен пройти более углубленный курс именно в этой сфере. Соответственно, вот курс назначается. Он также его проходит, после чего сдает тест и работает дальше. Если сотрудник что-то непонятное, где-то он не разобрался, соответственно, он не прошел тест, он не набрал баллы с первого, со второго, с третьего раза, здесь мы начинаем уже индивидуально работать с сотрудником. И пытаемся понять, в чем у него произошел сбой, скажем так. Стараемся, опять же, доходчивому это объяснить, потому что сотрудник прошел отбор, в группу компании он работает, в группе компании он в группе компании ценен. Учитывая, что основные угрозы исходят от самих сотрудников, применяются ли дополнительные какие-то решения по парольной политике, вот такого класса решений? Прежде всего, да, у нас в компании используется эта система двухфакторной аутентификации, что, в принципе, исключает риск компрометации учетной записи, только если это передача самим сотрудникам своих данных и своей смарт-карте. То есть, как физически вообще выглядит вся процедура? То есть, человек пришел в офис на работу, что он может сделать? Пришел в офис на работу, у него есть смарт-карта, которую он предъявляет для аутентификации в системе. То есть, он прикладывает ее? В токены. Стандартно, да. Соответственно, он свой пин-код, получает необходимый ему доступ. Так как компания большая, информационная система у нас достаточно, мы строго разграничиваем доступ. В том числе мы используем, в принципе, стандартное решение, это значение доступа к информации, папкам, в зависимости от того или иного функционала, который выполняет сотрудник. Изначально у сотрудника минимальные права, и потом в дальнейшем они дополняются или как? Естественно, да. У сотрудника есть какие-то минимальные права, которые соответствуют должности. И в дальнейшем, по какому-то заявочному принципу, да? Да. В дальнейшем сотрудник формирует необходимый запрос. Запрос подтверждает руководитель сотрудника. Сотрудник получает необходимый доступ и работает. Также для защиты нашей корпоративной информации мы используем ДЛП-решения в компании, для защиты внешнего периметра, соответственно, фейрунг. Стандартные средства, да, IPS и так далее. А за счет ДЛП с какими угрозами бороться, какие риски? В основном это инсайт. Это инсайт, да? Это инсайт, да. Пересылка? Да, это пересылка информации, которая для компании представляет ценность. У нас нет такой потребности, это мониторить все действия сотрудников. Мы мониторим только то, что нам интересно, то, что попадает в нашу сферу. То есть это обращение информации внутри, за пределами компании, то, что у нас отправляется на вне. Становка программного обеспечения определенного. Это использование внешних устройств. Это антивирусная защита. Сергей, расскажи, пожалуйста, какой-нибудь интересный случай касательно инцидентов, может быть, не из вашей компании, а в целом по отрасли. Очень интересный случай был. В одной из дружеских мне компаний произошел инцидент именно по незнанию пользования, по халатности. Жила-была девушка, работала в компании экономиста. Мне понадобилось написать диплом. Ну, соответственно, чтобы написать диплом, надо предложить какую-то фактуру. Соответственно, она взяла бюджет компании, сделала его как предложение к диплому, успешно защитилась. Все было хорошо. Диплом стал ходить по сети, как у нас-то часто бывает. Не скажу, как именно в структуре это попало, но это попало. Соответственно, эти данные из диплома, эти предложения диплома, это послужило проверкой для компаний диплонования. Чем она закончилась, уже историю мало чего. Соответственно, по этой причине мы большое внимание уделяем это обучению сотрудников по информационной безопасности. Начиная от того, что никому не сообщать свой пароль, не передавать смарт-карту, до того, что нельзя открывать неизвестные писем. Сергей, какие решения по информационной безопасности сейчас действуют уже в организации? Может быть, какие-то планируются? Что используют для защиты периметра, рабочих станций и так далее? Стандартное решение Microsoft, стандартное решение компании CSKA, если мы говорим про сетевую безопасность, в том числе для защиты официальной информации, предотвращения утечек, мы используем это решение ДЛП компании Semantac. Рабочие станции сотрудников мы защищаем антивирусом, на 32 компании SET, так как он себя зарекомендовал как эффективное решение в борьбе с вредоносами. Сотрудники у нас в том числе имеют доступ к съемным носителям информации, к ресурсам внешним, соответственно, эта информация должна быть проверена, прежде чем она попадет в использование. Мы получаем хорошую поддержку техническую при необходимости, собираемся сотрудничать дальше. Сергей, расскажи, то, что касается аудитов, привлекаете ли вы кого-то или обходите своими силами? Основные аудиты информационной безопасности мы проводим своими силами, но периодически мы привлекаем третью сторону для проведения независимого объективного аудита информационной безопасности наших систем. Так сказать, свежий взгляд. Аудиты технические или бумажные, в том числе? В бумажных аудитах необходимости, как правило, нет. Аудит, скажем так, организационный. В основном нам необходимо это по защите персональных данных собственных сотрудников наших клиентов. Здесь мы проводим большую работу по защите персональных данных и выполняем все требования законодательства. Горубка компании Мортон, как вы уже знаете, она принадлежит к строительной отрасли. Сходя из опыта работы в различных отраслях, могу сказать, что строительная отрасль – это, скажем так, наиболее тихая гава. Здесь нет автоматизированных банковских систем, здесь нет внешних сервисов, которые должны быть обеспечены высокой доступностью, они должны быть отказоустойчивыми. В основном актив у нас – это персональные данные сотрудников клиентов, которые мы защищаем и выполняем стремные законодательства. Ну что ж, на этом мои вопросы исчерпаны. Вероятнее всего, они остались у вас, уважаемые зрители. Задавайте их, пожалуйста, в комментариях. Мы с Сергеем обязательно на них ответим. Сергей, большое тебе спасибо за то, что пришел и уделил нам время. Спасибо. Мы заканчиваем этот выпуск программы «Эсет. Как устроена безопасность». Большое вам спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»